ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тактически, конечно, еще придется наверстать. А вот момент еще и 2-1. Не было положения вне игры. Да, это Изидора. Поздравляем Изидора с первым забитым мячом за Локомотив. Вот уже три мяча забиты, а еще даже половины тайма не сыграли. И Мацей продолжает движение вперед передача в центр. Жималедина в себе грудью чуть вперед мяч подработал. Кухта! Кухта забивает. И вот надо смотреть на вар, был ли там... Не знаю, что за касание руки могло быть, но здесь, оп, вот здесь все-таки плечо. Да, движение рукой вперед делает Жималединов, но это не игра рукой точно, а плечом себе мяч Жималединов. Мяч подыграл. Тимофеев с мячом, нужен перевод. Получается, правда, пас чужого. И вот сейчас у Изидора есть пространство, можно, обработав мяч получше, сыграть здорово. А вот здесь Жималединов. И первый гол в этой игре забивает Локомотив. Вот длиннющая передача, и Жималединов, обработав первым касанием, вторым направляет мяч в ворота, и уже из ворот его пытался выбить Виталий Лыжцов, но не удалось ему этого сделать. В таком матче его команда выдала вполне качественную игру на победу, а победы нет пока. Изидор, удар, Изидор, Изидор забивает свой четвертый гол в четырех матчах за Локомотив, повторяя достижение Ндоя. Какой удар в дальний угол. Смотри, какой удар классный получился у Вильсона и Изидора. Но уложил в дальний угол. Здорово. Тим Е2, один из двух центральных защитников. Перед Маринато Гилерме, который играет в воротах Локомотива с капитанской повязкой. Сейчас Мацер Рибу зарабатывает, пока не зарабатывает угловой, зато есть передача голевая. И мяч всех километров, и Изидор оформляет дубов. Мы говорили о том, что он забил шесть мячей в шести играх, так вот, уже семь мячей в шести играх у молодого французского нападающего Локом. И счет становится 2-2. Ну, надо сказать, что Сотский изначально здесь, в первых секунд, занимая нетипичную у себя позицию, тем не менее, очень часто смещался на фланг, ты помнишь. И вот смотрим, опасная атака, классно, как Джирано Керк покатил, а забил снова Рифат Жималеддинов. Да, Керк здорово включился, во-первых, на этом коротком рывке, а дальше великолепно постелил мяч в ногу Рифату, ну а там уже дело техники. Ну, в принципе, в каком составе, и не знаю, что в следующий сезон, тоже есть вопросы, но это тоже не сегодняшнего матча. Передача назад, Киржаков спокойно пытался сыграть, оставил ворота пустыми, и вот такое начало матча! Локомотив выходит вперед после грубейшей ошибки Михаила на ровном месте. Киржаков дарит на суперинтригу в этой встрече. Керк отправляет мяч в пустые ворота, может быть, не так сильно пробил он по мячу, но мяч тихонечко заполз в створ и 1-0. Давай сейчас посмотрим за подачей Тикнезяна, а там уже будем разбираться. Ух ты, какой удар! 1-1! Едвай! Тикнезян выполняет голевую передачу. 1-1, Едвай записывает на свой счет второй гол в этом сезоне. У Тикнезяна первый результативный балл. Зурбей Плифко мне подошел, поздоровался, Эксен. А здесь какая передача на кухту! И удар, и гол! И, по-моему, нет никакого положения вне игры. Будут проверять. Будут проверять 100% Кирк автор голевой передачи. Там вот Варелла, да, вот как он располагался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok